Задача. Выяснить, сколько лучший российский скрипач заработает в подземном переходе. Исполнители. Дмитрий Коган, Елена Ванина. Одним холодным январским утром молодой человек спустился в Нью-Йоркскую подземку, достал скрипку и начал играть. Молодой человек играл. Люди проходили мимо. Почти никто не останавливался. Мало кто знал, что этот молодой человек был всемирно известный скрипач Джошуа Белл. Играл он не на обычной скрипке, а на скрипке с прозивари, которая стоит 3,5 миллиона долларов. Белл простоял в переходе 45 минут. За это время он собрал всего-навсего 32 доллара. Я сама повторить его эксперимент не смогу. Но я знаю, к кому обратиться. Дмитрий Коган. Всемирно известный скрипач. В 10 лет Дмитрий впервые выступил с симфоническим оркестром. В 15 с оркестром в Большом зале Московской консерватории. В 18 состоялся его дебют в Великобритании и США. С тех пор Дмитрий постоянно гастролирует в странах Европы, Азии и Америки. Особое место в репертуаре скрипача занимает цикл из 24 капризов в Паганине, долгое время считавшихся неисполнимыми. В апреле 2009 года Дмитрий Коган первым из людей своей профессии дал концерт для полярников на Северном полюсе. Здрасте, Дмитрий. Здрасте, Лена. Здрасте. Ну что, вы согласны повторить с нами эксперимент скрипача Джошуа Белла? С удовольствием. Повторим, но может мы что-то новое еще найдем. Знаете, Белл, когда вышел на улицы Америки, то он взял с собой, не побоялся, скрипку Страдивари, которая стоила огромных денег. А вы с чем пойдете? А я возьму скрипку Гвадонини. А покажите, это она. Которая, в принципе, Гвадонини, Гварнери, Страдивари, это инструменты одного уровня. Это какого века? Это 1764 год. Кремона. Можно подержать. А в руки не даю. Нельзя? Нет, в руки не даю. Слушайте, а сколько она стоит, если не секрет? Ну, знаете, вы хотите, чтобы меня ограбили? Порядок говорить не буду. Что лучше всего тогда нам с вами там играть? Вы знаете, а мы не будем тянуться к публике. Мы будем играть бахом, мы будем играть серьезный репертуар. Что-нибудь сложное. И так, значит, переход, бах, и вот это ваша замечательная скрипка. Конечно. Да? Все, договорились. Здрасте. Здрасте. Очень рада, что вы все-таки приедете. Взаимно, да. Условия для скрипки, то есть на улице нельзя играть, да? Нет, конечно, и вообще температура должна быть, но не ниже 19 градусов. Понятно. Ну что же, ну давайте тогда спускаться в переход. Нет, 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 подальше, подальше. Вглубь. Ой, ну холодно, я вам скажу. Нам надо найти какое-то место, где теплее. Смотрите по мере, посмотрим. Где 18, вы видите? А, давай, смотрите. Ну нет, тут 18 градусов. Вы знаете, пар идет изо рта. Да, если не будет 15, я играть не смогу. Дело не во мне, в инструменте. А может вот здесь потепляешь, чтобы не дуло? Я не понимаю, почему у меня так холодно тогда? Ну ладно, пробуй. Ну давай, попробуем. Слушай, ну холодно реально. Играть, конечно, бедная скрипка. Ну что ж ты? Вот ей повезло-то, такого иметь хозяина-то. Все, поехали. Поехали. Помогите музыканту. Помогите, пожалуйста. Помогите. Спасибо. Помогите. Помогите. Помогите музыканту, молодые люди. Помогите, пожалуйста. Помогите музыканту, пожалуйста. Помогите музыканту. Ну что, в принципе, не так вот и плохо. Конечно, приятнее, когда сидит хорошая, понимающая публика. Но, в принципе, можно играть и для себя. Так, сейчас будем подсчитывать наши доходы. Белл заработал, как мы сказали, 32 доллара. По нынешнему крымкурусу это 900 рублей, да? Это 900 рублей. Так, 2, 3, 4, 5, 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 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Так, 20. 25. 30. 35. 40. 100. Нет, 95. Это я заработал. Конечно, честно заработали. 1636 рублей. За 40 рублей. Это можно за 10 часов? Понимаете? 16 тысяч. 16 тысяч в день, да? 16 тысяч. Да. Ну что, переплюнули, видите, американских коллег. Спасибо большое. Счастливо, пока. Браво! И сегодня, друзья, Дмитрий согласился прийти к нам в студию и рассказать, через что мы с ним вчера прошли. Дмитрий, у нас примерно 19 градусов, гораздо, может, больше. Можно я пройду? Уступлю вам место. Здрасте, Дмитрий. Здрасте. Драй, а вы такой небритый там в сюжете. Это специально. Это специально, да, чтобы законспирироваться. Нет, просто вопрос, у вас скрипка с собой? Скрипка с собой. Алло, Андрей, да, Дмитрий Коган здесь. Скрипка дорогая, пока здесь, пока здесь, пока здесь. Не обращайте внимания, мы к Стасу уже привыкли, требуется время, конечно. Дмитрий, а что вы сделали с деньгами? С деньгами? Ну, я теперь богат. Я пока думаю, куда их вложить, потратить. Интересно, что там же ходили люди с инструментами, люди, которые должны... Понятно, что простой человек, я не могу не отличить хорошее исполнение Баха от плохого. Но там ведь шли люди с инструментами. Ну, они тоже не всегда отличаются. А почему так? Все со скрипками ходят, не знаю. А вот когда вам было 15 лет, и вы были уже признанным исполнителем, вы наверняка еще в метро ездили тогда, да? Ездил. А давали деньги музыкантам, которые фальшивили, которые бездарно играли? Всегда. Нет, ну бездарно меня, конечно, раздражал, но я давал. Все равно, да? Может быть, тогда бы он вложил их во что-то другое, чтобы отойти от этой профессии, найти себе друг друга в жизни, но куда-то бы потратилась она. Так много обсуждалась тема температуры. Да. У меня нет, у меня нет, у меня нет ценного гриба. Вы на Северном полюсе выступали, там явно меньше, чем 19 лет. Ну, не с этой же скрипкой. А зачем вы играли на Северном полюсе? Устал уже от сглаженной жизни, мне к стриму хочется и на южный порадовать. Порадовать полярникам? Да, 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 и на южный порадовать. Скажите, а пингвины пришли к вам? Старство пингвина с другой стороны. На Северном белые медведя, но их не было в тот раз. Слушайте, а вот почему, собственно, вот этой вашей скрипке нельзя температуру меньше 19 градусов? Что с ней может случиться? Ну, переохлаждение, трещины образоваться, все что угодно. Это же как ребенок, как маленький грудной ребенок. А как вам кажется, почему вы заработали больше, чем был? Вот вы для себя как это объясняете? Ну, понятно, что вы скрипач лучше, а дальше, а следующее объяснение? Не знаю, наверное, российская публика щедрее, наверное. Вопрос еще, просто вы выбрали выгодный переход. На самом деле, мне это приятно, я понял теперь, вот как-то попал в себя на такую мысль, что я не пропаду. Это, кстати, важно. Я сегодня вот проснулся, да, вот первый раз в жизни, наверное, когда я понял, что я не пропаду ни при каких условиях. А сколько вы могли бы в месяц заработать, если подпочитать 40 минут? 40 минут, 1600 рублей. Ну, так в день мы считали с перерывами, да, там пойти покушать. Вот даже если там 12 тысяч в день, да, если 10-12 тысяч в день, ну, смотри, 300-350 тысяч в день. То есть, в общем, в случае китайского вторжения, о котором все говорили, у которого есть нормальная профессия. Я понял, вот Дмитрий, на самом деле, он правильно говорит, что он не пропадет. А я буду с Дмитрием, я буду как конференцией. А ты будешь вот помадать, спрашивайся, Дмитрий Коган, и все, и пополам, 10% нет. Сможем ли вы рассчитывать на ваше выступление в нашей студии сегодня? Да ради бога. Мне уже не привыкать. Ваша студия. А, то есть, это почти как переход, вы же на этом не привыкаете, так что не привыкать. Лена, бери шляпу. Просим. Просим, сыграйте, пожалуйста. Сыграю. Джон Уильямс, Рапсодия, из кинофильма «Список Шиндлера». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok